Добрый день и позвольте представить вам наш опыт, проведенное исследование в нашем кардиодиспансере по динамике метаболического профиля пациентов, которые находятся на реабилитации и получают длительную высокоинтенсивную терапию с татинами. Как известно, статины широко применяются в практике медицинской для первичной и вторичной профилактики. Интересно очень, что в первичной профилактике статины снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%, риск от ишемической болезни сердца на 27%, риск инсульта на 22% и необходимость ревоскулиризации на 38%. Также в метаанализах исследований, которые оценивают вторичную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, статины также были признаны эффективными в профилактике любого сердечно-сосудистого события и снижают его риск на 19%. Всем известна широко данная таблица. Это рекомендации европейские 2019 года. И как уже было сказано, что наши все пациенты сложные, тяжелые, имеют коморбидную патологию и относятся к категории высокого и очень высокого риска. Имеют ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания, имеют семейную гиперхолестерину, имеют хроническую болезнь почек и сахарный диабет. И в связи с этим нам рекомендуют снижать доцелевого уровня холестерин липиды низкой плотности в зависимости от категории риска. И это будут цифры до 1,8 ммл при высоком риске и до 1,4 ммл при очень высоком риске. Или же снижение холестерина липидов низкой плотности идет на 50% от исходного уровня липидов низкой плотности. Как всем известно, что статины занимают золотой стандарт в медицине для снижения уровня холестерина низкой плотности. И в доказательной медицине они относятся к высокому классу и уровню доказанности 1А. То есть на первом месте идут статины, тетруем до максимально переносимых дозах. И вторым этапом можем подключить препарат изетимиб при недостижении целевого уровня холестерина. Изетимиб также относится к высокому классу и уровню доказанности 1Б. Большинство пациентов в первый год-два после назначения статинов от 40 до 70% по многим исследованиям отказываются от приема статинов. И аргументируют это тем, что читают в противопоказаниях, вернее конструкции к назначению препаратов, нежелательные явления. Такие как развитие сахарного диабета, статин-ассоциированные мышечные симптомы и тяжелое поражение. Но на самом деле все эти нежелательные явления встречаются очень редко и риск их развития, вернее риск профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, он доминирует над риском возникновения нежелательных явлений. В исследовании МЭДСИМ продемонстрировано, что снижение чувствительности к инсулину на 24% происходит и секреция инсулина на 12% при лечении статинами. Особенно это происходит на лечении симбостатина и аторвостатина. Наиболее выраженное снижение чувствительности к инсулину было отмечено у участников, которые получают терапию статинами и имеют нормальный уровень глюкозы крови. Абсолютный риск развития сахарного диабета на фоне приема статинов находится в диапазоне от 0,3% до 0,5% или 0,1% в год развития случая сахарного диабета. По многим источникам четко не выяснен механизм диабетогенного действия статинов, но предполагают несколько путей развития механизмов диабетогенного действия статинов. В связи с интересом к данной теме на нашей базе клинического кардиологического диспансера было проведено когортное ретроспективное исследование поперечного среза. Целью было оценить метаболический профиль пациентов, которые получают длительную высокоинтенсивную терапию статинами. В связи с этим в период с июля 2018 по февраль 2019 года 1004 пациента, перенесших острый коронарный синдром или стентирование коронарных артерий, поступили на диспансерное наблюдение в первые три дня после выписки из сосудистых отделений коронаров города Омска. 773 пациента, как было уже сказано Екатериной Петровной, были взяты на реабилитацию. Критериями включения были наличие показаний к проведению третьего этапа кардиореабилитации после острого коронарного синдрома и завершение этой программы в полном объеме. Критериями исключения также повторюсь, что были наличие противопоказаний для проведения кардиореабилитации. Это аневризм ильявого желудочка, сердечная недостаточность высоких градаций, пароксизмальные тахиаритмии, которые возникают при физических нагрузках, желудочковые аритмии, блокады второй-третьей степени, выраженный аортальный стеноз, синкопальные состояния в анализе, атеросклероз сосудов нижних конечностей третьей степени, неконтролируемый сахарный диабет, тромбоэмболия или тромбофлебит в сроке до 3 месяцев, острое нарушение мозгового кровообращения или транзиторные ишемические атаки в сроке до 3 месяцев, стабильная артериальная гипертензия или гипертоническая реакция на физическую нагрузку и наличие терминальных стадий хронической болезни почек. В связи с этими критериями было отобрано 200 пациентов, средний возраст в группе составлял 61 год и большинство, 75% было мужчин. Как уже говорилось, программа кардиореабилитации на амбулаторном этапе осуществляется в течение 12 месяцев и включает адекватную медикаментозную терапию. Наши пациенты получали высокоинтенсивную терапию аторвостатином в виде монотерапии или по показаниям в комбинации с азитимибом, двойную антиагрегантную терапию, антагонисты ремин-ангиотензин-альдестероновой системы и бета-блокаторы. Физическую реабилитацию были подобраны программы в зале ЛФК, психологическую реабилитацию и профилактическое групповое консультирование проводились в школы здоровья. Про систему мультитренер подробно рассказала Екатерина Петровна, повторяться не буду. Здесь позволяет тренировки осуществлять под контролем и подбирать индивидуальные программы. Изучаемыми параметрами нами были это количественные, уровень глюкозы крови натощак, масса тела, индекс массы тела, окружность талии и окружность бедер. И качественные – избыточная масса тела, ожирение, другие факторы риска сахарного диабета и сахарный диабет, вновь возникший ДНОВА. Возраст на момент включения составил 61 год, преобладало 75% мужской пол, третья пациентов имела мультифокальный атеросклероз, все пациенты перенесли процедуру ревоскулиризации, это либо ортокоронарное шунтирование, либо стентирование артерий. И 95% имели артериальную гипертензию и хроническую сердечную недостаточность. Преобладала хроническая сердечная недостаточность сохраненной фракцией выброса и функциональный класс 2. Все пациенты получали медикаментозную терапию, статинотерапию, и к концу наблюдения у большинства пациентов приходилось пересматривать лечение и назначать комбинированную терапию статинов с изотемибом. Общие результаты программы кардиореабилитации тоже были уже озвучены. Я немножечко повторюсь, что пациенты отказались от курения, повысилась мотивированность к участию в программах реабилитации, улучшилось качество жизни, толерантность к нагрузкам. И большинство пациентов, 96%, которые имели средний или высокий реабилитационный потенциал, вернулись к труду. И в нашем исследовании по динамике метаболического профиля за время наблюдения на фоне снижения доли пациентов с ожирением 2 и 3 степени отмечено значимое увеличение числа пациентов с ожирением 1 степени. Снижение доли пациентов с ожирением 2 и 3 степени во многом зависело от эффективности проведения и подобранных программ кардиореабилитации. Но увеличение числа пациентов с ожирением 1 степени возможно было связано с приемом статинов, что доказало и в рандомизированных клинических исследованиях, и в недавних популяционных медлительских исследованиях, которые основаны на статистике генетической. Многие исследования выделяют факторы риска повышения глюкозы крови, которые ассоциированы с приемом статинов. Это старший возраст, более высокие дозы или интенсивность липид снижающего действия, преддиабет и избыточная масса тела. Частота развития сахарного диабета, вновь возникшая до нового, на фоне приема статинов с высокоинтенсивной липид снижающего эффекта составляет 0,2% в год, а на фоне статинов умеренной интенсивности липид снижающего эффекта 0,1% в год. Все пациенты наши получали препараты статины, которые относятся к высокоинтенсивности снижающего эффекта. Это были аторвостатин от 40 мг до 80 в дозах и розовостатин от 20 до 40 мг дозировки препарата. Многие рекомендации исследователей разделяют факторы риска по сахарному диабету на традиционные и дополнительные. В нашем исследовании мы оценили как традиционные факторы риска, такие как возраст старше 45 лет, избыточную массу тела или ожирения, преддиабет в анамнезе, гистационный сахарный диабет либо рождение ребенка весом более 4 кг, артериальную гипертензию, низкую физическую активность, высокий уровень триглицеридов и низкий уровень липопротеидов высокой плотности, отягощенную наследственность по сахарному диабету, синдром поликистозных яичников и сердечно-сосудистые заболевания. Также во внимание были взяты и дополнительные факторы риска, такие как курение, неалкогольная жировая болезнь печени, расстройство сна и постоянный прием в статинах. И по результатам нашего исследования 80% пациентов имели от 6 до 9 факторов риска по сахарному диабету. И за время наблюдения мы выяснили значимый прирост случаев сахарного диабета второго типа и также было зарегистрировано значимый прирост частоты выявления высоконормального уровня глюкозы крови. Согласно критериям Российской ассоциации эндокринологов, под преддиабетом понимается уровень глюкозы плазмы натощак от 6,1 до 6,9 ммл. И через 2 часа после нагрузки глюкозы от 7,8 до 11 ммл. Но Американская диабетическая ассоциация стоит на своем мнении, что преддиабет начинается от уровня глюкозы плазмы натощак от 5,6 ммл до 6,1 ммл. Это мы и заметили, зарегистрировали в нашем исследовании, что наибольшая частота выявления нарушений углеводного обмена регистрировалась среди пациентов с исходно высоконормальным уровнем глюкозы крови от 5,6 ммл. Данный слайд также подтверждает наше мнение и наши выводы по исследованию. Это европейские рекомендации, что уровень глюкозы от 5,6 до 6,1 ммл – это не только риск развития сахарного диабета, но также риск развития ишемической болезни сердца и формирования и прогрессирования атеросклероза в общем. И какие мы сделали выводы, проведя наши исследования, что в группе пациентов после острого коронарного синдрома на третьем этапе кардиориабилитации регистрируется высокая распространенность традиционных и некоторых дополнительных факторов риска сахарного диабета 2 типа. 90% больных почти имеют от 6 и более факторов риска по сахарному диабету. По завершению программы кардиориабилитации распространенность сахарного диабета 2 типа в группе составила 24%, продемонстрировав статистически значимый прирост. Было зарегистрировано значимое увеличение доли пациентов с высоконормальным уровнем глюкозы крови, в том числе среди пациентов с исходным уровнем гликемии натощак менее 5-6 ммл. Наиболее часто неблагоприятные изменения углеводного обмена ДНОВА это либо преддиабет, либо сахарный диабет суммарно регистрировались среди пациентов с исходным уровнем глюкозы крови в диапазоне от 5-6 ммл на литр. И реализация программы кардиориабилитации позволяет контролировать массу тела в группе пациентов с риском сахарного диабета, что было отмечено снижение частоты регистрации ожирения 2-3 степени. Также был отмечен статистически значимый прирост некоторых антропометрических показателей, свидетельствующий о перераспределении жировой массы с увеличением висцерального жира и косвенно может указывать на неблагоприятную тенденцию увеличения инсулинорезистентности. Ну и необходим поиск факторов риска, указанных неблагоприятных метаболических изменений и способов оптимизации ведения пациентов указанной группы, в том числе в аспекне медикаментозных вмешательств. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...